Паша Техник, прозвище московского андеграундного рэпера Павла Ивлева, о существовании которого сегодня узнали очень многие, далеко за пределами хип-хоп-субкультуры. И вовсе не благодаря его концертной маске «Чёрной обезьяны», а благодаря выложенному в широкий доступ видеоролику из Воронежа. На нём Ивлев получает по неприкрытому никакой маске и лицу несколько ударов. Били, что интересно, не только голыми руками, но и резиновым пал-имитатором, за что уже выяснилось. Мол, нашёлся в интернете некий его официальный цитатник с рассуждениями о наркотиках и многочисленными оскорблениями в адрес коллег по цеху. Но, похоже, напали на Техник как раз поклонники одного из этих коллег, известного под псевдонимом Миша Маваши. Примечательно, что последний, в отличие от Ивлева, активно пропагандирует здоровый образ жизни. Выходит, именно в этом всё дело? Ответ получим от Михаила Терентьева. Михаил, приветствую. Приветствую, Алексей. Ну что, для рэперов неужели правда настолько критичны подобные разногласия? Алексей, важно говориться, что в среде, скажем так, агрессивных рэп-сред подобные разборки это не новость и как бы они стоят особняком от всего остального рэпа, но вот в подобных стратах разборки миром не заканчиваются. Вот те самые кадры, на которых Техника Дубаси отрезиновой энзимной игрушки. Зачинщик разборок требует, чтобы рэпер извинился. Вроде как даже Техник готов признать свою неправоту, но на этом видео обрывается. Что было в конце непонятно, но теперь говорят, что Паша Техник намерен даже идти в суд с заявлением о побоях. Ну, эти хулиганства, опять же, хулиганства, там должен быть обязательно использоваться, даже на оружии. Если признавать этот фаловый имитатор в качестве оружия, что ему с помощью оружия было принищено ущерб, ну вот... Это и правда кажется забавным, ведь мало кто способен пойти в суд с подобной историей. Но на этих кадрах, сделанных сразу после перепалки, видно молодого человека припух, тот самый глаз, который и принял удар резинового изделия на себя. А это уже возможно нанесение вреда здоровью. Впрочем, это не из ряда, вон выходящее событие налицо банальные разборки приверженцев двух разных идеологий. Те, кто выступает за здоровый образ жизни, и те, кто за так называемый леголайз. Паша Техник считается, в принципе, некоторой такой легендой. Песни его неподготовленному слушателю слушать совершенно не рекомендуется, потому что очень много мата, много упоминаний запрещенных веществ. Миша Маваши около 10 или 8 лет назад популярность в России обрел так называемый ЗОЖ-рэп. В любом случае, те и другие, это маргиналы от хип-хопа, и они никакого отношения к популярному большинству не имеют. Мода на рэперские разборки пришла вместе с этой музыкой из-за океана. В Штатах рэп был гангстерским, поэтому конфликты носили криминальный характер. Там была борьба восточного и западного побережья, в России все иначе. Исполнители борются либо за идею, либо за то, что модно. Вообще в России прослеживается тенденция того, что здоровый образ жизни, он все больше и больше набирает как раз таки приверженцев. Все меньше молодых людей ходят в клубы, употребляют какие-то наркотические средства. Все чаще их можно увидеть в спортивных залах или бегающих по утрам. Выделяется на этом фоне певец Тимати. Его окружение, который агитирует в буквальном смысле модный слоган «бежать в спортзал». Вот и на аналогичной почве поругались Баста и Децл. Спор привел к скандалу. Затем нелицеприятные высказывания. Один другого назвал лохматым. И далее многоточие. Дело дошло до суда. Правда, решилось все мирным путем. Рэд-культура точно так же, как и хэри-метал, хотя немножко по-другому, играет роль клапана для выброса агрессии. Для большого сообщества свойственно желание выделиться в какие-то более компактные и более яркие группы. Желание противопоставить свои убеждения и образ жизни далекие от ЗОЖ довели рэпера Птаху до конфликта и суда. В прошлом году он позволил себе высказывания в адрес общественного движения «Антидиллер», который сочли экстремистскими. Все эти скандалы словно бесконечный рэп-баттл. Победить в этом споре невозможно. А, скорее всего, лидерам идет то, чем мнение будет наиболее актуальным для большинства. Ведь, как полагают эксперты, в современной культуре всего одно правило – нужно говорить то, что от тебя хотят услышать. Простите, Михаил Терентьев о том, что не поделили Паша Техник и Миша Маваши.